Субтитры создавал DimaTorzok Это был такой период, когда Россия находилась в очень низкой точке своего развития. После развала Советского Союза мы очень ослабли и в политическом, и в экономическом смысле. Дешевания в 1999 году очень дотичали русский народ. В то время Советский Союз был в фазе распада, и политический, и экономический был на низкой развитии. И в тот момент, когда началась агрессия против Югославии, мы, по сути, ничего не могли противопоставить. И в том момент, когда началась агрессия против Югославии, в суштении, ничего не смогли предусматривать. Когда в июне наши десантники вошли в Приштину и в аэропорт Слатина, в России люди испытывали восторг. Когда в июне наши десантники вошли в Слатину, наши люди, граждане Руси, были в таком возбуждении. Потому что мы почувствовали, что наконец-то мы начали что-то делать. Наизыц осуществили, что начали что-то предусматривать. И вот это колебание от беспомощности в марте к восторгу в июне, оно очень глубоко запомнилось. И мне всегда хотелось обратиться к теме «Балкан» в своем творчестве. «Балканский рубеж» — это моя пятая книга. Но перед ней, в 2010 году, у меня была написана повесть под названием «Мальчик с саблей». Это история, которая происходит в условной балканской стране. И рассказывает о столкновении мирных граждан. И миротворцов с террористами. И рассказал просто сукобу между гражданами и террористами. И впоследствии эта повесть стала мостиком к этой большой работе «Балканский рубеж». И на краю краева эта рассказа стала мост к стваранию «Балканские меджа». «Балканская меджа» в Србию дошла в момент когда Србия обележивает 20 лет от НАТО-агресии. «Балканская меджа» — это ваша допринка обележаванию и овак. — Я могу сказать, что работа над фильмом и над книгой продолжалась пять с половиной лет. — Род над книгой тратит пять и полтора лет. — Если бы мы успели выйти на год или полтора раньше, наверное, мы бы это сделали. И когда мы увидели, что мы успеваем приблизительно к двадцатилетию, то, конечно, это хороший информационный повод для того, чтобы еще раз напомнить об этих событиях, но уже не языком документальным, а языком художественным. — И когда мы увидели, что издание книги ближе к этой годы, двадцатилетию, то это был бы хороший способ, чтобы с ликами и книгами дать оприноз. — Потому что уже выросло целое поколение тех, кто не помнит об этих событиях. — И уже изросло целое поколение, которое насыщает от этих событий. — И только искренняя и глубокая история. — И самоискрена и глубока история. — История о людях, об их взаимоотношениях на фоне этих событий. — Относно, притча о любови и о ниховым отношениях на фону о этой притче. — Позволит сделать так, чтобы новое поколение не забыло о том, что случилось тогда. — Дозволит же, да новое поколение никогда не заборави о том, что тогда случилось. — Фильм не только акционный фильм на тему исторических событий, а истинная история о настоящих событиях с определенным политическим линией. Какие политичеры смотрят на ваши создания? — В России фильм принят очень хорошо. — У Руси есть отличный фильм. — В Сербии мы видим какой хороший прокат фильма, как много людей здесь посмотрело его за прошедшие три месяца. — Реакция на Западе тоже мне лично очень нравится. — Потому что когда они начинают на нас нападать и говорить, что все было не так, что мы все неправильно поняли, мы все правильно поняли. — И если те, кто инициировал агрессию против Югославии, теперь пытаются оправдоваться? — Иак они кои су на краю краева и криви за то, что случилось в Югославии, а сейчас все оправдают? — Значит, наша работа достигла цели. — Значит, мы работаем и труды достигли свой цели. — Оближавание 20 година от почетка НАТО-агрессии — это прилика да се сетиму стравичных событий из српске историје на Косову, но у исто време јавља се и осићај неке практично изневеренности и от стране Русије за нас в едином од најтежих тренутака у историји о другог светског рата. Дали су Срби имали превелика очекивања или је ту питању нешто сасвим другу? — Как я сказал в начале интервју, мы находились в очень невыгодном положении в тот момент. — У том тренутку, как шо сам реку на почетку интервју, налазили смо се у веома незгодном положении. — Мы напоминали боксера, который пропустил удар в голову, смо се чек сетили и личили на боксера, который пропустил свою шансу. — И не можат подняцца, и ему только отсчитывают годы. — Девяносто первой, девяносто второй, девяносто пятой. — А няму читаю и броју годене девяносто девяносто. — И мы в Росији прекрасно понимали, глядя на Югославију, что такой же сценарий приготовлено для нас. — И мы смо гледаючи на то, что се дешавало в Югославије, и таком сценарий било и припленене за нас. — И в девяносто девятом году на счет девять мы все-таки смогли подняцца. — И так, в 1999 году мы могли бы се уздигнем? — Если бы ситуация была другой, и все это происходило не в девяносто девятом году, а, например, в две тысячи четырнадцатом. — И до света не дешавало в 2009 году, а, рецимо, в 2014 году? — Посмотрите на Сирију. — Поглядайте само на Сирију. — Я думаю, что помощь Югославије оказывалась бы вся возможна. — И мыслим, да би помощь Югославије била много варча. — Но для этого должна была изменицца сама Россия. — А прежде тога ја была потребна се промени сама Русија. — И это изменение началось в девяносто девятом году. — А промена ја почала в 1999 году. — У последнје време актуализује се питање проблема Косова. Дали пратите Косовско станје на Косову? И како видите решение Косовског проблема? И дали је Русија сада спремна да взаје активно учуће и на кој наћу? — Сейчас всё гораздо более запутано, потому что в Косово размещены американские војнные базы. — Сади много ситуација запутано. Основно Косово размещены базы. Так или иначе установлен некий хрупкий мир. — И тако се некако створил мир, какав такав. — И сейчас большая работа для политиков. — И сад велики посајиму политичари. — Я как иностранец не могу советовать. — Как иностранец я не могу да советовать. — Я могу сочувствовать, я могу выражать своју поддержку. — Могу да соосвечам и да исказим своју поддержку. — Первый пус ты в Сербии? — Нет, я второй раз в Сербии. Первый раз я приезжал в Марте на премьеру фильма. — Нет, второй пус, первый пус бюе на премьере фильма Март. — Какие впечатленија? — Во-первых, ну я здесь вот буквально час как приехал, но во-первых, я могу сказать, здесь замечательный воздух. — Всеки сад, како сам допытовала, али могу да кажем, да овде прекрасен воздух. — Великолепная кухня. — И отлична кухня. — Очень дружелюбные люди, как, впрочем, и в любом городе Сербии. — Как и в сваком граде Сербии. — Спасибо за разговор, спасибо за разговор. — Спасибо за разговор. И достаточно успехов у рада. — Очень много удача бућ. — Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok